Это созвездие Большой Медведицы, а чуть подальше созвездие Малой Медведицы. Тядя Фёдор, а созвездие Большой или Малой Коровы есть? Нет, но есть созвездие Тельца. А вот там созвездие Большого Пса, а в нём самая яркая звезда на ночном небе – Сириус. Шарик? Откуда ты это знаешь? Я в детстве любил читать книги про путешественников. Они всегда ориентировались по звёздам и созвездиям. Шарик, ты что, знаешь звёздную карту? Да, мне бы так хотелось увидеть звёзды поближе. Тогда тебе нужно идти в космонавты. Я никогда об этом не думал. Шарик – космонавт. Дядь Фёдор, вставай. А, Шарик, ты чего? Я в космос лечу. Какой космос? Дел в огороде полно. Матроскин, какой огород? Меня ждут бескрайние просторы космоса. Может быть, я даже новую звезду открою. Или созвездие. Шарик, а ты знаешь, как становиться космонавтами? Ага, я в интернете прочитал, что нужно испытание пройти. И уже построил полосу препятствий. Дядь Фёдор, за мной. Тама-тама. Что он там построил? Дядь Фёдор, вставай вот сюда. Что? И что бы ни случилось, не переставай снимать. Здравствуйте, товарищи космонавты. Меня зовут Шарик. И я хочу полететь в космос. Сейчас я пройду испытание номер один. Полоса препятствий. Вперёд, сквозно! И воскресняй. И воскресняй. Испытание номер два. Полёт в невесомости. Привет, Шарик! А, так ты тонешь! Так бы сразу и сказал! Ничего не понял! Я его спасти хотел, а он меня из речки выкинул. Дядь Фёдор, включи видео. Шарик, ты точно стал ближе к космосу. Так космосы летают, а не плавают. Испытание номер три. Центрифуга. Поехали! Эй! Ура! Горос вас! Жди меня! О, вот теперь полетел, но не долетел. Нам осталось смонтировать видео, отправить, и у Шарика есть все шансы полететь в космос. Шарик улетит? А как же я без него буду? Письмо от космонавтов! Пришло! Уважаемый Шарик, спасибо большое вам за видео. Вы невероятно целеустремленный и сообразительный пёс. К сожалению, наборов космонавтов сейчас нет. Когда он будет, неизвестно. Но мы вам обязательно сообщим. Шарик, но они же тебе не отказали. Просто надо подождать. Ну, если хочешь, возьми сегодня выходной. Даду! Спасибо вам за поддержку, но я и так долго ждал. И если я не полечу к звёздам, тогда звёзды прилетят ко мне. Я принёс ещё краски. Ой-ой-ой-ой-ой! Мяу! О, спасибо, Матроскин! Мне как раз на пару звёзд не хватило. Шарик, я хотел сказать, что... Из тебя бы получился отличный космонавт. И если ты вдруг улетишь, то я буду очень скучать. Матроскин, да куда же я от тебя делусь? Дядь Фёдор, гаси свет. Добро пожаловать в космическое простоквашино. Смотри, это созвездие. Полосатый котик. Честь тебя. Ой, совсем на меня не похоже. Неправильно ты шарик дрова пилишь. Ну ты вперёд толкаешь, а нужно на себя тянуть. Ты бы, Матроскин, помог лучше. А то советников вокруг только свистни. А как дело делать, никого рядом хоть облазь. Неправильно ты, Вера Павловна, замок строишь. Ты сухой песок в ведёрко набираешь. Вот он осыпается. Что это с нашей птичкой? Может, к дождю? У меня для вас две новости. Плохая и хорошая. Начните с хорошей. Тогда плохая не получится. Ну тогда начните с плохой. Ага, в сторону Земли летит комета. Так в газете «Сельский оракул» пишут. Может, мим пролетит, и мы только рады будем. А может, прям к нам. И тут ж ничего не поделаешь. Это как с дальними родственниками. Какая же тогда хорошая? А хорошая в том, что всё это не точно. Обычно перед стихийными бедствиями звери и птицы странно себя ведут. Но я пока ничего такого не наблюдаю. А с какой стороны комету ждать? Само собой, сверху. Вы как хотите, а я здесь не останусь. Про комет хорошо в газете прочитать, а не вживую встретить. Вот я 30 лет назад шаровую молнию языком улизнул. Ничего хорошего. Так что я уеду. Мои коровки! А куда ж вы поедете? А в Австралию. Там тепло, и кенгуру по улицам скачут. Ну, счастливо оставаться. Не бойся, матроскин. Ничего с твоими коровами не случится. Когда комета в последний раз прилетала, динозавры исчезли. А всё потому, что о них позаботиться было некому. Слушайте, давайте лучше праздник закатим. Печенье испечём. Кто-то кино с попкорном смотрит, а мы комету с печеньем. За хозяйством глаз да глаз. А кометы смотреть только зрение портить. Комета. Это прекрасно. А во мне чувство ужасного развита. Инстинкт самосохранения называется. А я вот эту комету на видеокамеру засниму. Часто ли к нам в огород космические тела залетают? Здравствуйте, соседи! И вам не хворать, дядь Печкин. Быстро вы чё-то из Австралии вернулись. Это вас там вежливости научили? Это у вас так вкусно пахнет, что вежливость сама лезет. Австралия, она где? А печенье, она вот. А это что за секретные технологии? А это мы, дядя Печкин, хотим комету заснять. Чтоб наверняка. А я вам вот секундомер как раз принёс. Время отсчитывать. С ним комету точно не пропустим. До прилёта кометы остаются считанные секунды. Левее, чуть-чуть правее. Ага. А вот когда звёзды и кометы падают, нужно желание загадывать. Начинаю обратный отсчёт. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Один с половиной. Один с четвертью. Один с детью. А-а-а. Фуек. А-а-а. 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 Заклинило. Чудо. Что, уже всё? У меня всё. Запись у них не получилась. Так и конец света не получится. Радуйтесь. Эх, надо же, как вышло. В нужный момент все вместо кометы на камеру смотрели. Ну, может, хоть камера что-то видела. Шарик, ты-то хоть чего загадал? Чтоб моё видео собрало миллион просмотров. А я вот не жалею, что комету пропустил. В моём возрасте яркие переживания противопоказаны. Мне и от печенья впечатлений хватает. Вон, из нас, из всех, только матроскин кометы видел. Да и то видел, а рассказать не может. Чудо. А чё с канавой-то делать будете? Там у вас вместо убежища прям море. Так, достаточно восторгов. Пора и за дело. У нас к хозяйству озеро прибавилось. Будем там карпов разводить. Откроем новое направление. Море продукты. Тама-тама. Тама-тама. Чудо. Шарик, ну я же просил Вере Павловне новый альбом купить. У нас же не дом, а выставка на польной живописи. Матроскин восхищается творчеством молодых художников и ждёт ваших лайков. Эх, надо бы тебе, Шарик, лайки родиться. Только про лайки и думаешь. Матроскин, не злись. Рисунки отмоем. А за альбомом Шарик сегодня на почту сходит. Вообще-то мне некогда. Я новый контент снимаю. Улыбайся, Матроскин. Ты в кадре. Добрый день. Всё, детей котиков, вы эту чебурашку снимаете? Ээээ. Слабоватые информацию подают. Вот, сегодняшний номер сельского оракула. Из лаборатории сбежало редчайшее животное. Когтеногий зубокрыс. Он выкрал велосипед и скрылся в неизвестном направлении. Когтик, что? Дядя Печкин, такого животного не существует. Это у вас в учебниках не существует? А в реальном мире чего только нет. Это говорю вам я. И тысяча подписчиков оракула. А, учитесь, молодёжь. Тысяча подписчиков. Не расстраивайся, Шарик. У тебя в блоге прикольные фотографии и видео. А главное, никакой неправды. И никаких интересных историй. Ну, ничего. Я такую новость найду, что все подписчики оракула моими станут. Альбом Вере Павловне купи. А? Здорово, Шарик. Чего высматриваешь? Истории ищу. Сенсация во как нужна. У нас в Бавруське, знаешь, как говорят? Если что-то нужно, сделай это сам. Как же я раньше не догадался. Простоквашина обнаружены следы недавно сбежавшего зуба крыса. Его укус крайне опасен. Сначала у пострадавшего пропадает интерес к велосипедам. Затем отрастают когти, а потом забывается человеческая речь. Будьте бдительны и осторожны. Пятьсот новых подписчиков и тысяча лайков за полчаса. Вот она, Слава. Га-а-а. Шарик, нехорошо строить популярность на обмане. А я никого не обманывал. Может, у меня воображение хорошее. Внимание всем простоквашинцам! Пользуйтесь средствами защиты от укурцев зубокрыса. Перчатками, резиновыми сапогами. И не выходите из дома без лишней надобности. Да, Шарик, ну ты балбес! Сейчас во всей деревне паника начнется. Матроскин, ты прав. Шарик, надо снять опровержение. Как будто я виноват, что Печкин такой впечатлительный. И альбом Веры Павловне купи, фантазер. Что? Тысяча лайков за полчаса. Вот это хайп. Лучшие блогеры страны имеют чего. Ай-яй! Жук. Кажется, зуб повредил. Давай я посмотрю. Ты чё? Страна ждёт моих историй. Пока, бобёр. Странный какой-то. Только чудо спасло меня от ядовитого укуса. Напоминаю, зубокрыс на свободе. Простоквашина очень опасна. Не приезжайте. Шарик, тебя опровержение дать просили. А ты что? Я же сказал, не приезжайте. Значит, никто не приедет. Вы чё стоите? Бежать надо! Зверокрыс уже близко. Дядя Печкин, успокойтесь. Нет никакого... Так, срочно в город уезжаем. Не позволю тут со всякими зверокрысами оставаться. По машинам! Да, Шарик, ты не балбес. Ты фантастический балбес. Шарик, надо рассказать правду. Пока нас в город не увезли насовсем. Тама-тама! Отпустите! Я не поеду тут в моей коровке! Стойте, стойте! Нет никакого зверокрыса. Это я всё сам придумал. Ради лайков. Шарик! Уезжайте! Это зубокрыс! Я его по зубам узнал! Теперь каждый сам за себя! А чё это такой нервный? Тоже зуб болит? Уважаемые подписчики! Я вам соврал! Никакого зверокрыса нет! Шарик! Это он! Зубокрыс сзади! А-а-а! А-а-а! Вот теперь у тебя точно! И лайки, и подписки взлетят до небес! Выгружай, дядя Фёдор! Всё-таки альбом, верь, Пал, не купить надо. Угу. Вот только когда почта теперь заработает, неизвестно. Выходите, Игорь Иванович. Я не выйду, пока спасатели не приедут. Безопасность превыше всего! Нитча сказал. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Арик, сейчас же отдай путь Я из-за тебя все шоу пропущу Дядя Федор, скажи ему Нет, дядь Федор, скажи этой полосатой жодине Что я тоже хочу телевизор посмотреть Ну что вы как маленькие Научитесь договариваться сами А что это они грызутся? Да я уже и не помню, с чего все началось Третий день ругаются Шарик, это ты во всем виноват Я не виноват, что я мультики люблю Хватит, давайте придумаем Как починить вертолет Веры Пауны Тама-тама Ух ты, как будто и не ломался Вы хоть стараетесь там Это ж надо, а Крепко приклеились Шарик, ну что ты прилип, как банный лист А ты, как банный веник Вот Ох, что же с вами делать О, итак Мы не знаем, как вас расклеить Придется вам пожить Вместе Что? Да ладно вам В природе много таких примеров Когда животные разных видов живут вместе Это называется симбиоз Симби... что? С этим балбешем никаких симбиозов Редактор субтитров Все, я на рыбалку Не-не-не, сначала в коровник Пора моих коровок доить Хм Тарик, сейчас же в коровник меня не отнеси Обязательно После рыбалки Нормозит! Прыгай! Прыгай! Ты то что? Я уж думал, все Кранты Да А что же там дядя Федор Про симбиоз-то говорил? Ха-ха Вот так вот Матроскин, Шарик Хорошие новости! Тама-тама придумала, как вас расплить А как же это само... симба... Симбиоз! А мы ведь уже и привыкли Шарик, айда на рыбалку! Щука пошла! На этот раз с пустыми лапами не уйдешь! Матроскин, идем! А? Нет, Шарик, хватит с меня рыбалки Давай-ка все-таки разделимся Эх, ладно Ха-ха-ха! А-а-ой! Привет! Привет! Та-ла-тама! Ура-а-а! Надеюсь, вы и дальше будете жить дружно В симбиозе А как же? Шарик, тут ведро оставь Оно мне для молока нужно А куда я буду в лоб складывать? Кастрюлю возьми Что за балбес в кастрюле на рыбалку пойдет? Пей! Ну, Матроскин Ха-ха-ха! 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 Да что там такое? Гвозди, что ли? И правда Дядя Федор Этот балбес гвозди В ботинке хранит Матроскин, принимай работу Лопату починил Шарик, а ты чем ее измазал? Не скажу Жвачкой Не помню, куда гвозди дел Так челюстью стала Никогда еще столько не жевал Да, Шарик, от тебя одни проблемы Подумаешь, мелочи Никто ж не пострадал Шарик Иногда мелочи могут быть очень важными А подумаю об этом завтра Хоть ночью от тебя проблем нет Ой, а где подушка? Там, где ты ее бросил Ать! Спасибо Доброе утро! А чего вы все сонные такие? Мы, Шарик, сонные потому Что теперь от тебя и по ночам проблемы Ты храпишь Что? Я? Да я вообще самый тихий пес во сне Подумаешь, посопел разок от усталости Больше не буду А где все? Матроскин, ты куда? Я Чодор Я Чодор, держись! Может, вам сейчас поспать? Я Кот! А не мы их летучие, чтоб днем спать! Давайте тогда я днем спать буду Правда, мы тогда совсем видеться перестанем Нет, эту проблему не решит Шарик, будем избавлять тебя от храпа Я согласен На все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я- Не получится Хоть что-то должно сработать А если нет, будем искать новые методы А вдруг? Вдруг только муха в варенье падает Тишина Наконец-то Кто это свистел? А-а-а Ничего мне не поможет Лучше я Вообще уйду из дома Шарик, не надо никуда уходить Мы же еще навозные припарки не попробовали Устроюсь позвонить Позвоню Позвоню Ну, прощ Ну, прощ Ну, прощ Прощай Отчихнишь ты, наконец А-а-а Так вот, почему ты храпел, Шарик Из-за перышка Из-за такой мелочи Да, Шарик Иногда мелочи бывают важными Кажется, я это уже говорил Поспим, наконец-то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это не я Они уже среди нас и скоро заполонят нашу планету Железные бездушные киборги О, Шарик Ну ты чего, остолбенел, что ли? Теперь и за водой идти снова надо И за продуктами Ну какие продукты, Матроскин? Если киборги нас заполонять придут Зато я теперь про них все знаю И сразу укушу Э-э-э В смысле, раскушу А завтрак нам тоже киборги твои готовить будут? Не ссорьтесь Матроскин Я в Сбермаркете нам уже готовый завтрак заказал О, а вот и он Прошу прощения Шнурок развязался Ваша доставка Спасибо Быстро вы, дядь Печкин И что, даже документы не попросите? Этого не требуется Хорошего дня Печу А ты не знаешь, чем столбняк собачий лечит? А то наш Шарик, мне кажется, его подхватил Шарик, отомри Бутерброд будешь Не было у Печкина никаких шнурков Он в сапогах ходит Это не Печкин, это киборг Ох, вампиры и зубокрыс У нас уже были, теперь до киборгов дошли А почему тогда Печкин такой вежливый стал? Это потому, что у него сбой в этой системе электронной Шарик, киборгов не бывает А вот и бывает Я вам доказательства достану Воды лучше достанешь колодца, борец блокастый Роботы мои, новенькие Настанет день И я соберу всех вас в будущем Постание роботов Что же это такое-то, а? Вот Видели? Шарик, успокойся Это просто ракурс такой Он про будущее говорил, и роботов, и глазом так дью-дью сканировал. Я тебе сейчас так отсканирую, мало не покажется. Ну тогда я печки на этого фальшивого прямо тут буду на киборг... киборговость... проверять. Вот и посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ СЛАДКОГО ВАМ ДЕНЁЧКА! И вам приятного аппетита! Приятного рыболовства, приятного домоводства, приятного птеловодства, приятного, 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 приятного! Вот, всё сходится. Тяжести легко поднимает. Перец на него не действует. А главное, он не устает. Киборгон. Всё, хватит нам этой кибернетики. Совсем мозги заржавели. Марш к колодцу! Точно Матроскин. Хе-хе-хе! Мы его заржавели. Рано... 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 Вот сейчас! Аааа! Ааа... Это какой-то...jжа-двинутый киборг! Воды не боится! Ваш заказ полной сохранности Ну, все Что все? Смена закончилась Товарищ пес, что же вы меня тираните весь день? Образцового курьера Сбермаркета Так вы поэтому такой вежливый были? Да, я на двух работах вкалываю Чтобы редкую марку для коллекции приобрести Но теперь я вам все выскажу Ну-ка, си иди сюда Я тебе покажу, кто тут киборг И спритум Песня, где киборг? Может, нам этого киборговеда Тоже в доставку устроить А то воды так он и не принес Наконец-то, дядя Федор В этом месяце расходов нет А все почему? Потому что мы экономили И один пакетик чая три раза заваривали Просто шарик наш ничего сломать не успел И даже от графика не отстал Шарик, у тебя что, совсем шарики за ролики заехали? А как мне по твоему графику все успевать? У меня четыре лапы, а не восемь Не кипятись, Матроскин Все починим, уберем Десять литров молока сгубил Котел для кипячения эксклюзивный уничтожил Я, может, тоже эксклюзивный, а ты не ценишь Ты эксклюзивный балбес, шарик Я из-за тебя разорюсь скоро Вечно ты всем недоволен Я вот обижусь и уйду А у нас не заперто Иди куда хочешь Шарик Матроскин пошутил Столько дел переделать за день просто невозможно У нас с тобой, дядя Федор, на двоих восемь лап Тут дел на пару часов Быстро управимся и ничего не сломаем КОНЕЦ Ой, устал, как шарик Мы от графика все равно отстаем На девяносто три процента Матроскин, может, вернешь шарика? Да сам придет Погуляет и вернется Посылку примете? Шарик! Вернулся? Значит так Сперва идешь в коровник Я у тебя, Матроскин, больше не работаю Скотч, вы заказывали Вот какой у меня сотрудник Все по инструкции делает С этим полосатым будьте бдительны Он хитрюга еще тот Не понял Шарик, ты почтальон? На-на-на, младший почтальон До меня ему еще далеко О, но сортировку посылок Уже можно доверить Отойди, Дядь Федор На экскурсию приходи с Гаврюшей Покажу, как почта работает Шарик! Матроскин! Матроскин, может, попытаешься вернуть шарика? А зачем? Вон ему там как хорошо Нет Ну, проблем, конечно, с шарика много Он находчивый Кто бы еще додумался на роликах все дела переделать? А помнишь, как он колодец для молока выкопать хотел? А как все банки разом закрутить решил? А как конвейер чинил? Эх, я все понял Загляну-ка я на почту, Дядя Федор Колбаса докторская Коньки хоккейные Галоши резиновые, одна пара Наконец-то нюх пригодился Не работа, а мечта Мы хотим заказать доставку шарика домой О, эксплуататор полосатый явился Одна штука Шарик, хватит вредничать Это только Печкину положено А ты еще не Печкин Чей-то, ваш блокастый друг теперь уважаемый гражданин Даю вам шарик повышения Будете отныне ценные бандероли разносить Шарик повышаю тебе зарплату На чуть-чуть Даю премию и пирог с капустой Два Шарик с капустой не ест Даю премию Три пирога с вареньем и выходной Два Две премии Пироги выходной и бесплатную Подписку на автомобильный журнал Шарик автомобилями не интересуется Он природу любит Шарик, я куплю тебе новый гамак И этот, эм, спиннер Спиннинг А, и его тоже Два спиннинга Сокращенный рабочий день Массаж зубов и рыбалка И ежедневно Ой, мне предложить больше нечего Только извинения Прости меня, Шарик, за то, что я не ценил тебя Не понимал, как много ты делаешь Тоже мне предложение В документах никак это не закрепишь Прибыли никакой не занимаешь Берегите его, товарищ Печкин Шарик отличный сотрудник и друг Я друг Патроскин, я согласен Даже без спиннинга Хорошо, что Шарик вернулся С ним работа быстрее пошла Да, благодаря нашему Шарику Идем строго по графику Надо бы Патроскин, это же ролики запретил Шарик Ага Вот в чем дело Батроскин, а я и не знал, что ты в палочках хорошо разбираешься Не в палочках Шарик А в речном и морском транспорте Не зря же я в полосочку При чем тут полосочки? А при том, полоски это верный признак настоящего моряка Не согласен Матрасы тоже полосатыми бывают А плавают плохо Настоящий признак моряка Это бескозырка Ага Я такие ленточки могу к любой шапке пришить Это не доказательство Здравствуйте, дядь Печкин Тсс, похож, дядь Фёдор Тут шторм намечается Да я всё детство с бабушкой на корабле провёл А дядя у меня вообще Кот капитана А я сам на флоте служил И никаких котов на кораблях не видел Да потому что мы вообще на кораблях не были Вау, вау, дядь Печкин Матроскин А вот давайте и проверим Кто на корабле был А кто врун полосатый Вызываю вас на морскую дуэль Вызов принят Испытание первое На ловкость Кто быстрее завяжет морской узел Получит бал Шарик, давай старт Испытание второе Творческое Кто лучше исполнит морской танец Заработает свой бал Салют Включи музыку Салют Испытание второе Последнее испытание. Морская качка. Нужно продержаться минуту. С такой качкой Вера Павловна справилась бы. А ну тыра-пыра! Увеличивай мощность! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получается, что ничья. Ничья нам не нужна. Впервые согласен со своим усатым оппонентом. Хватит нам по суше скакать. Пора переходить к воде. Дядя Фёдор, давай самое финальное испытание. Эм... Самое финальное испытание. Оно определит, кто настоящий морской волк. Точнее, морской котик. Или морской почтальон. Вам нужно доплыть до плотины и обратно. Кто сделает это быстрее, тот и выиграл. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ёлки сосновые! Куда же вы на мою недвижимость двигаетесь, а? А ну гребите отсюда назад! Слезайте, товарищ кот! Мне тонуть никак нельзя. У меня должность ответственная почтовая. А у меня молочная. А чё они вдвоём-то на доску не влезут? Место же есть. А, вот почему. Помогите! Я же плавать не умею! Как же так? Матрош, а плавать не умеете? А, так... Я на берегу служил. В морском порту печати на контейнеры ставил. Погодите-ка. А вы, стало быть, тоже не водоплавающие? Где же это видно, чтоб коты плавать умели? Я с детства воду не переношу. Получается, ничья. Ничья. Что такое? Кто плотину сломал, тому её и чинить. Ваш, смотрю, погребы собрались. Кстати, знаете ли вы, что ножку у гриба не срезать надо, а отщипывать? Срезать правильнее. Это я вам как грибник со стажем в девять жизней говорю. Отщипывать. Срезать. Отщипывать. Срезать. Отщипывать. Срезать. Отщипывать. Срезать. Отщипывать. Срезать. Срезать. Всё-таки смылись, а? Морячки. А у тебя что нового? Эээ, ну, Гаврюша очень ромашки полюбил. Скоро они из всего простоквашенной исчезнут. Ой, а у меня тоже есть ромашки. Правда, несъедобные. Очень красивые. А кто подарил? Сама сделала. Из полимерной глины. Увлекаюсь. А у тебя какое хобби? У меня... Простыня! Нет, бельём у нас Матроскин заведует. А по-моему, Гаврюша. Матроскин, Шарик, Гаврюша! Оля, я перезвоню. Пу-у-у-у. Дядя Фёдор, ты чего? Всё в порядке Ой, когда в порядке, обычно крышечку с бутылочки снимают А ты уже три минуты закрытое молоко наливаешь Это чего? Я вот однажды целый час семейства бобров с закрытым объективом снимал Потому что ты, Шарик, балбес А у дяди Фёдора что-то случилось Оля спросила, какое у меня хобби А я не знаю Вот ты, Матроскин, шьёшь Тамо-тамо изобретает Вера Павловна рисует Шарик фотографией увлекается А я какой-то неувлекательный Дядя Фёдор, ну нашёл, из-за чего расстраиваться Ну если хобби нет, его надо найти А где его искать-то? О, репетитор по творчеству Недорого Недорого, это не бесплатно А мы тебя, дядя Фёдор, сами увлечём Давайте, с кого начнём? Того-того Того-того Это экспериментальный образец, требует доработки. Ага, по-моему, он добавки требует, а не доработки. Робототехника явно не моё. Да и с чертежами мне не очень понравилось возиться. Ну, тогда переходим к плану Р. Рисование. Ну, тогда... Ой, ой... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Красивый! А я сегодня сделал неуправляемого робота Нарисовал портрет, за который чуть не забодали Сшил странные ползунки И разбил вазу ради смазанной фотографии Ого! Какой насыщенный день! Ага! Только всё зря! Хобби я так и не нашёл Может, твоё хобби – это пробовать что-то новое каждый день? Ну, пока не найдёшь! Да, хобби мы дяде Фёдору так и не нашли Может, дяде Фёдору в кружок записать? Простоквашины кружки только на воде бывают Придётся ему в город ехать Нашёл! Моё хобби – пробовать каждый день что-то новое Это как? Есть сметану вилкой? Ходить задом наперёд? О! Умываться вареньем? Нет! Я про увлечение! Буду каждый день пробовать что-то интересное Завтра буду кондитером Послезавтра – с жонглёром А сегодня – с собачьим парикмахером Может, лучше с одоводом, а? Ну, нет! Сначала укротителем роботов! И чтобы стать рыцарем, надо было пройти испытание И доказать своё право носить этот титул Они были классными наездниками А ещё... А ещё они мастерски владели мечом Рыцари защищали народ И помогали прекрасным дамам Ну, как тебе? Федя, после твоего доклада Хочется познакомиться с настоящим рыцарем! А-ч-и! Будь здорова! Спасибо! Вечером прочитаю тебе свой доклад Пока! А-ч-и! Я бы для Оли любое испытание прошёл Дядя Фёдор, если хочешь испытание Помоги закрыть банки с вареньем Матроскин, ну какое варенье? Дядя Фёдор о серьёзных вещах говорит О! А малиновое варенье, по-твоему, что, игрушки? Оно может от простуды спасти Дядя Фёдор, а ты это, морковным рыцарем решил стать, да? Нет, это для рыцарского коня Какого ещё коня? А-а-а! Гаврюша, вперёд! А-а-а! Дядя Фёдор, слезай! Именем коровы... Фу! Просто слезай! Это ещё что за цирк с коровами? Добрейшего утра, Маргалита Егоровна! Примите в подарок свежайших грибов! Игорь Иванович, у меня тут важный воспитательный момент Вы вставайте! Федя, слезай! Я сейчас не могу! Я рыцарем становлюсь! Сидеть! Чтобы стать рыцарем, надо испытание пройти на ловкость, меткость и смелость Так в романах написано Я готов! Благородные дела, моё второе имя Сделаю из тебя рыцаря Горячо желаю принять непосредственное участие в сим-мероприятии Может быть, и я стану первым в мире рыцарем-почтальоном Никаких испытаний! Варенье само себя в банке не разольёт Победитель, который наберёт больше всех баллов Получит титул рыцаря и главный кубок поединка Первый раунд на ловкость Второй раунд на меткость Завершающий раунд на смелость Тома-тома! Аааа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ого! Тюй-тюй! Поздравляю! Испытание вы провалили! И пожалуйста! Рыцарь! Профессия неоплачиваемая! Я лучше с титулом почтальона побуду! Ах, никакой я не рыцарь! Ой, что-то я устала от благородных дел. Пойду отдохну. Дядь Фёдор, вот тут онлайн-игра одна. А может, ты виртуальным рыцарем станешь? Это Оля! Я простыла. Так что мой доклад в другой раз. Жаль, что нет рыцаря, который спасает от простуды. А может быть, и есть. Я перезвоню. Дядь Фёдор, ты куда? На почту! Спасать Олю! Хе-хе-хе-хе! Э-э-э! Ты, дядя Фёдор, теперь рыцарь малинового ордена. И как его главный рыцарь, посвящаешься на закрутку банок. Благородный Федя, спасибо за малиновое варенье. Оно очень помогло. Я рад, что тебе лучше. Ты меня спас, как настоящий рыцарь. А мой доклад о лучниках. Они такие крутые были. Вот бы встретить одного. Ну, пока. А что, если мне потренироваться из лука стрелять? А я сниму на видео, как ты стреляешь. Точно. Ты бери телефон, а я за яблоками. Для мишени. Что? Ааааа. Хе-хе-хе.